Главтема на радио Комсомольская правда Смотри, вот такое движение Мы в эфире уже. Добрый вечер, дорогие друзья У нас здесь мы технические проблемы заканчиваем Решать, потому что встретились только что Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев Илья Савельев в студии Здравствуйте Буквально с корабля на бал, прям с лифта в студию влетели Они огромны, никогда не было такого в убытии инвестиций В добычу, в возобновление ресурсов и так далее Они уже сказываются, то есть рынок их чует Он чует это, что нефти становится мало Что перспектив, значит при этом я хочу сказать Что никакие прогнозы, никакие, ни одного Самые консервативные прогнозы Агентств, которые страшно верят в альтернативную энергетику Электромобили и прочую фигню Они, значит Не дают прогнозы сокращения потребления нефти Это неправда Не дают Во-первых Ну что, во-первых Спрос на нефть, конечно, будет падать Падать в абсолютных величинах Он близок к своему историческому пику Но надо понимать, в чем Миша прав И это официальная позиция Роснефти То есть можно сказать, что Роснефть права Она не единственная в этом Падать она начнет не с 18-го года Безусловно То есть какое-то время будет еще Значит Такая же, как сейчас Или даже чуть больше Но потом она начнет падать Не очень резко С чем это связано? Несколько факторов Самый главный из которых Заключается Ну, в общем, два Первый, конечно, это электромобили Электромобили, судя по всему Будут распространяться гораздо быстрее Чем кто бы то ни было планировал Сейчас это понимает уже большинство Бизнес-аналитиков Но еще один момент Который Кому зафиксировать, что я категорически не согласен Все, больше дальше не будет На здоровье, так сказать Вам это неприятно просто Да не просто неприятно Это нереально Хорошо, мы поговорим После паузы поговорим Да, так А второй уже произошел В развитых странах нефть Для генерации электроэнергии И нефти, нефтепродукты Уже не используется практически вообще И в развивающих странах Это скоро тоже довольно подойдет к нулю То есть Это главная тема Мы продолжаем В студии Михаил Юрьевич Михаил Леонтьев Илья Савельев Разговариваем о цене на нефть И вот неожиданно Нашли контрапункт Да По поводу электромобиль Да, да Значит на самом деле Ну просто Про это очень много разговоров И пишут у нас в форуме Я, господа Все-таки извините Нахожусь в этом вопросе В другом с вами весовой категории Потому что у меня этот электромобиль Просто есть Я на нем езжу Да Для меня это не теория А практика Значит И поэтому все разговоры О том, что это вымысел Что это фикция Я не говорю, что это фикция Да ты не говоришь Другие говорят На самом деле Я не сомневаюсь В том, что К 30-му году В новом выпуске Электромобилей В развитых Автомобилей В развитых странах Электромобили будут занимать Не меньше трети А может быть и больше А про электромобили Я хотел слово вставить Уже в догонку Значит Я не знаю Что там в США происходит С электромобилями В деталях Я про Европу могу сказать Что в Европе Значит Потребление электромобилей Абсолютно Датируемая ситуация Конечно Там никакой экономики нет Ну Европа В Норвегии Средний размер дотации На купленные электромобили Составляет 20 тысяч евро Да Ну нифига себе Да Например А в Германии Где Да В Германии Где не датируется Там нет электромобилей Самая Автомобильная страна Европы Практически Электромобилями Не балуется Вот все Ну еще На всякий случай Напомню Что Формула-1 Сейчас красиво Перешла тоже На электромобиле Ну это мода Это мода Но выглядит это действительно Но это все равно Что они все бы стали Вдруг педерастами Это совершенно Никого отношения К экономике не имеет Ну вы прям шикарную точку поставили Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok